Начинается рассказ. Что такое равномерные слова? Я уже говорил. Берете любое под слово длины n, количество букв k в нем, ну или, если угодно, количество букв v может принимать только два значения. Цель сегодняшнего рассказа – слова штурма. Штурм – это математика, совершенно замечательная. Кто-то знает, есть такой метод узнавать, сколько корней у многочленов с вещественными коэффициентами называется метод штурма. Те, кто в университете учились до 2-го и 3-го курса, знают, что у дифференциальных уравнений есть, связанные с его именем. Так вот, замечательный математик, равномерное слово. Я уже сказал, что это такое, я даже повторюсь сейчас. Теперь геометрическое. Здесь есть неприятность, связанная с тем, что прямая может проходить через узел сетки. Лучше всего, когда мы сейчас будем рассуждать, старайтесь все слова о том, что прямая проходит через узел, мысленно выбрасывать, считая, что это такой вот частный случай. Аккуратно, это не так просто каждый раз проговорить. Особенно важно вот это вот слово, в котором все буквы v, кроме одной буквы g. Вообще-то оно равномерное. Легко понять, что в любом подсловии длины n буквы g, либо 0, либо 1. Оно равномерное. То же самое, равномерное слово, в котором все буквы g, кроме одной буквы v. А вот никаким способом, проводя прямую, вы такое не получите. Точнее, если отбросить многоточие, пойти далеко-далеко, но отбросить многоточие, остановить. И слева тоже отбросить многоточие, остановить. То такое при помощи прямой получить можно. Дело в том, что придется ее нарисовать, вот если вот vvvv, ее придется нарисовать очень-очень-очень с маленьким угловым коэффициентом. И, соответственно, при бесконечном, приходит бесконечный, это особое, совсем особое. К сожалению, особых случаев больше. Прямая может пройти через две целые точки. Это случаи, когда угловой коэффициент рациональный. И, собственно, это вот статья Концевича. На самом деле, то, что я сейчас расскажу, покрывается статья Концевича. То есть, формально говоря, все это будет сделано. Но если вот аккуратно выписывалось. Сейчас смотрим, когда иррациональный угловой коэффициент. Тогда через две точки пройти не может, через одну точку пройти может. И там возникает проблема. Когда проходит через одну точку, v и g оказываются в одном месте. Ну и, соответственно, надо писать либо vg, либо gv. Когда горизонталь буква g написана, когда вертикаль буква v не поставили точечки. Специально, чтобы было понятно, что там, где точка стоит, это g. Там, где не стоит точка, там это v. Показан кусок, где пять букв g и сколько там шесть букв v. Прекрасно, прекрасно. Если мы знаем, что в каком-то слове k букв одного типа и m букв другого, какой может быть угловой коэффициент? Это все абсолютно показано на рисунке. k равно 5, m равно 6. Пять горизонталей. Есть два положения прямой. Зеленая прямая. У нее самый большой угловой коэффициент. Мы подходим к первой теореме сегодняшнего занятия. Всего их шесть штук. Всякое геометрическое слово равномерно. Доказательство. Пусть оно неравномерно. Тогда есть какое-то подслово, где k букв g и m букв v. И есть какое-то, где k плюс 2 или больше букв g и m минус 2 или меньше букв v. Угловой коэффициент должен быть меньше вот этого. Из-за первого подслова. И больше того же самого из-за второго. Ну, потому что у нас во втором вместо k получилось k плюс 2 или больше, а вместо m – m минус 2 или меньше. То есть просто подсчет углового коэффициента доказывает замечательную вещь. Всякое геометрическое слово является равномерным. Теперь главное, самое трудное место сегодняшнего рассказа. Сначала надо чуть-чуть подготовиться. Представьте себе, что у нас на плоскости есть отрезок длины 1, расположенный вертикально. Один его конец – точка с координатами r, s. Другой конец – точка с координатами r, s плюс 1. Есть прямая y равно x плюс b. В каком случае она пересекается с этим отрезком? Когда вместо x отставляешь r, то должно получиться число от s до s плюс 1. Теперь забываем про плоскость с координатами r, s, где-то отрезок был, и переходим в плоскость, где координаты k и b. Мы получаем, что k r плюс b должно быть меньше или равно, чем s плюс 1, больше или равно, чем s. Легко понять, что это линейное неравенство. Оно задает полосу, потому что, когда приравниваешь, получаешь одну прямую, приравниваешь наоборот, получаешь другую, параллельную прямую. Это полоса. Пересечение двух таких полос с разными числами r – это не параллельные полосы, поэтому пересечение – это параллелограмм, ограниченная фигура. Поэтому мы можем применять теорему Хелли для того, чтобы доказать вот эту замечательную вторую теорему. Всякое равномерное слово или геометрическое, или является особым словом. Как применять теорему Хелли? Очень просто. У нас есть какое-то равномерное слово. Там есть буквы вейга. Мы начинаем с какой-то точки плоскости с целыми координатами и рисуем. Вот если у нас прямая должна пересекать горизонтальный отрезок, то мы идем право единичку. Если прямая дальше должна пересекать опять горизонтальный отрезок, то мы над этим отрезком рисуем… Если еще должна опять… Если buildings г-г-г, то опять рисуем горизонтальный отрезок. Замечательно. В какой-то момент возникает вертикальный отрезок. Рисуем вертикальную палочку, понятно, из правого конца. Замечательно. Очень легко понять, если просто посмотреть на то, как прямая пересекает клетчатую бумагу, что у нас получается последовательность отрезков горизонтальных и вертикальных. Более того, достаточно смотреть только на вертикальные отрезки, потому что горизонталь, так сказать, сама… Да, и каждый следующий вертикальный отрезок рисуем не ниже, чем предыдущий. На таком же уровне, в принципе, может быть, это если подряд рядом идут ВВ, но ниже спускаться нельзя, и мы идем только, так сказать, вправо вверх. Можно рассматривать только вертикальные отрезки. Дальше самое главное. По теореме Хелли, теорема 2 – это на самом деле то же самое, что вот эта основная лемма. Если слово равномерное, то любые три вертикальных отрезка можно пересечь одной прямой, потому что Хелли говорит, что если про три все хорошо, пересекаются, то значит и все будут пересекаться, и значит та самая прямая будет существовать. Хорошо, давайте смотрим дальше. Доказательство основной леммы. Пусть существуют три вертикальных отрезка, которые нельзя пересечь одной прямой. Дальше очень важная вещь. Из всех таких троек выберем ту, у которой по горизонтали между левым и правым отрезком самое маленькое расстояние. Ну, то, что называется метод минимального контура примера. Вот, ну, в принципе, вот есть левый отрезок вертикальный, есть правый отрезок вертикальный, между ними средний. И, возможно, ситуация, что они расположены так, что средний посередине, а может быть не посередине. Давайте сначала, когда посередине. Левый отрезок, средний отрезок. А правый отрезок я здесь не нарисовал. Я нарисовал зато отрезок, который получен симметрией левого отрезка относительно середины среднего. Обозначил его буквой С. С. Оказывается, правый отрезок – это или С, или то, что над С, или то, что под С. Только так. Правый – это один из них. Почему это здорово? А потому что, какой не выбирая из этих трех отрезков, существует прямая, которая пересекает все три. Между прочим, когда я рассказывал вот этот вот сюжет, такой замечательный человек, Сергей Олегович Горчинский, математик такой хороший. Так вот, когда я рассказывал ему, он отреагировал одной фразой. Наконец-то мне потребовалась математика седьмого класса о параллелограммах и трапециях. Но действительно, вот честное слово, существует прямая, которая пересекает в любом месте синий отрезок и два красных. Замечательно. Так вот, сейчас надо доказать, что правый отрезок обязательно один из этих трех. Букву В, который соответствует левому отрезку, выделим вот так, среднему выделим вот так и правому выделим вот так. Между ними какие-то слова. Если правый отрезок расположен слишком высоко, то пересечем, пока к нему будем добираться, довольно много горизонталей. По сути, ситуация такая. Правый отрезок получается с двигом вверх на К едини, где К достаточно большое. То длина слова W на К больше, причем букву В поровну. Значит, смысл такой. Из-за равномерности получается. Дальше та же самая геометрия, красивая с параллелограммами, в случае, когда расстояния не равны. Пусть, например, от левого до среднего отрезка расстояние больше, чем от среднего до правого. Рисуем симметричный. Только на этот раз обозначим их А, В, С. Трезок симметричный отрезку Л обозначили буквой В. Мы понимаем, что один из этих отрезков А, В, С соответствует букве В. Это мы доказали, когда разбирали с одинаковым расстоянием. Там же мы не пользовались ничем, кроме того, что слово равномерное. И теперь смотрите, какая история. Мы считаем, что нет прямой, которая пересекает одновременно Л, М и Р. Но, глядя на эту картинку, вы видите, был контрпример Л, М, Р, а возник контрпример М, Р. И вот один из этих отрезков. Замечательно.